Участники крестного хода за восстановление мира на Украине сегодня к вечеру наконец продолжили движение навстречу друг другу. Колонна вышла из Донбасса, оставила в стороне город Борисполь под Киевом, через который ей так и не дали пройти националисты. Верующие, которые идут с запада страны, наталкивались на такие же преграды. Репортаж Алены Германовой. Их закидывают яйцами и оскорбляют. Они пытаются молиться. Кто-то из женщин все же не выдерживает и начинает бежать. Сотни разъяренных радикалов сдерживают полиция и нацгвардия. Когда один из националистов пытается прорваться, его быстро уводят в сторону. Оскорбления теперь летят не только в участников шествия. Среди тех, кто перекрыл путь верующим, и местные депутаты на городском совете еще в пятницу решили запретить шествие через город в Борисполь. Крестный ход сегодня так и не пустили. Отправили по объездной дороге в Киев. Если они тут встанут, осудят Путина и объявят ему анафему, то мы их пропустим. Похоже, депутат не отдает себе отчет, насколько абсурдно его требования для участников крестного хода, жителей разных областей Украины, которые молятся за установление мира на своей земле. Впрочем, за последние дни они встречали и не такое. Всю неделю националисты, размахивая флагами, то вставали на пути, то шли рядом, а на каждую попытку просто помолиться, отвечали хором, рассчитывая, если не заставить замолчать, то хотя бы перекричать бесцеремонно. Чем ближе к Киеву, тем громче и агрессивнее. Кричат им вслед в православном шествии. Пожилые, женщины и дети, но радикалы не стесняются в выражениях и регулярно угрожают. Всеукраинский крестный ход за мир в стране стартовал в Донецкой области 3 июля. Через 6 дней к нему присоединились верующие запада Украины. Сотни километров изнурительного пути. Два шествия должны встретиться в Киеве в эту среду, накануне празднования Дня Крещения Руси, чтобы вместе пройти от Владимирской горки до Киева, Печерской лавры. Но члены запрещенной в России организации украинских националистов призывают не пускать православных в столицу, а в эфирах местных телеканалах. Их называют агентами Москвы. Против шествия за мир войну информационную первыми развернули, впрочем, даже не националисты. Тысячи верующих назвали провокаторами чиновники страны. И все только лишь потому, что праздничный крестный ход организовали священники украинской церкви не киевского, а московского патриархата. Главная идея этого крестного хода – мир, любовь, согласие с молитвой за Украину. Хочется, чтобы все люди объединялись в молитве, чтобы помолились до Господа и попросили мир в душе и на земле нашей. Скандал на государственном уровне вызвали эти фотографии. У верующих заметили портреты Николая II. Для украинских властей он ведь прежде всего российский император и только потом признанный церковью святой. А от увиденной где-то якобы в Харькове георгиевской ленты политики и вовсе пришли в ярость. Теперь в крестном ходе им всюду мерещатся подозрительные люди в камуфляже. На самом деле, где сделаны фотографии, никому неизвестно. Что касается камуфляжной формы, хочу сказать, что в Киеве очень много людей ходит в камуфляже. И, собственно, в Верховной Раде много людей в камуфляжной форме. Это же не вызывает никаких вопросов к депутатам Верховной Рады. Участники западной части крестного хода сегодня дошли до села Дмитровка. Через 6 километров их уже поджидают радикалы. С собой привезли запасы еды и воды. Шествия в Киев пропускать они не собираются. Это идет секта КГБ. Что тут непонятного? По плану завтра верующие западной части страны выйдут в сторону Киева. В ожидании крестного хода украинская полиция предпринимает беспрецедентные меры безопасности. Уже решено. В среду в Киеве перекроют часть улиц, установят металлоискатели, а для участников шествия ведут паспортный контроль. Почти 5000 полицейских будут охранять порядок от провокаторов. Правда, их за все три недели пути в крестном ходе сотрудники СБУ так и не нашли.